В этом году у Артёма Ежелок очень классные обзоры матчей. Только в этом году, да. Ну не, не, обычно тоже. У меня в этом году поражает, только в этом году. Обычно тоже, но тут прям... Когда прекрасный цветок попадает в сад, в ухоженный, он начинает свистеть, понимаешь? Вот и всё. Последний тур российской премьер-лиги, лично для меня, это всегда очень грустно. Особенно в последнее время, когда весенние отрезки локомотива удаются куда лучше осенних. Вот сейчас, вот именно сейчас локомотив на таком ходу, что давайте продолжать ещё матчи, ещё, ещё. А нет, перерыв и полтора месяца без футбола, по крайней мере официального. Сейчас будет пора подведения итогов самых различных, и я буду выпускать видео с ретроспективой сезона. Чтобы не пропускать видео, подпишитесь, а чтобы это видео посмотрело ещё больше человек, поставьте лайк. Вам не сложно, а люди узнают про моё существование. Глядишь, и сделаем локомотив самым популярным футбольным клубом мира. Заключительный матч сезона имел очень локальные интриги, но от этого не становилось менее интересно. Лично для меня, главная из этих интриг заключалась в том, будет ли локомотив выше, чем Динамо по итогам сезона. Для этого нам нужно было самим обыграть торпедо, а Динамо нужно было уступить Оренбургу в личной встрече. Занимательная математика. Гол Исидора в конце прошлого матча оказался супер важным. Без него шансов на вход Динамо не было бы вовсе. Они бы обходили нас по разнице в личных встречах. А так, полное равенство и считают разницу во всех матчах, которая у нас, в случае победы над торпедо и поражения Динамо, гарантированно была бы лучше. Удивительно, конечно, ещё 13 матчей назад Динамо опережало нас на 16 очков, и было впереди по разнице забитых и пропущенных, внимание, на 26 голов. У них плюс 12, у нас минус 14. Как это вообще можно отыграть за 13 матчей? Тут, конечно, важнее, как можно было за предыдущие 17 достичь таких блестящих результатов, но об этом мы уже столько раз говорили, что хочется поскорее забыть осень и уже никогда её не вспоминать. Для тех, кому борьба за восьмую строчку кажется мышиной вознёй, были и другие интриги. Если считать, что после сохранения прописки Локомотив просто гоняет подготовительные товарники к следующему сезону, то было очень интересно посмотреть, как будет выглядеть линия обороны после совершенно потрясающего матча Марио Митая против Динамо. Понятно, что после дисквалификации в опорную зону обязательно вернулся бы Дмитрий Баринов, но вернётся ли в пару к Кузьмичёву Егор Погоснов? Оказалось, что нет. Роль случайности в футболе. Не получи Погоснов желтую карточку, он бы 100% доиграл бы сезон основным защитником. Но теперь Галактионов узнал про то, как на этой позиции играет Митой, и ему наверняка очень понравилось. И нужен ли теперь Локомотиву ещё один центральный защитник, если оказывается, что Марио под прессингом спокойнее любого удава? Мы бы просто не узнали об этом. Не сорви Погоснов руками атаку в центре поля в игре с факелом и в том же самом матче ещё дисквалификацию получил Дмитрий Баринов. А теперь это большое подспорье на следующий сезон. И таких мелочей на самом деле ну очень много. Последний тур вообще очень показательный в этом плане, ведь это последняя возможность главному тренеру получить какую-то информацию о своих игроках перед перерывом, в котором придётся нам принимать довольно много разных решений. В частности, по тем игрокам, у которых заканчивается контракт этим летом. Это Игорь Смольников, подписанный зимой, Игнатьев, взятый прошлым летом на годичный контракт, и два кикнадзовских долгожителя, Дмитрий Живоглядов и Франсуа Камано. С последним уже объявили, что расстаёмся хорошими друзьями. И вот удивительно, Франсуа, который регулярно был в старте в предыдущих играх, и мы абсолютно не понимали, зачем и почему, в матче с Торпедо остался в запасе и на поле не появился. Не появились и Игнатьев с Живоглядовым, и я очень удивлюсь, если с кем-то из них будет продлён контракт. А вот Смольников на поле вышел. Галактионов сказал после матча, что дело в карточках, которые получили Нинахов и Текнезян. Но мне кажется, что если бы Михаил Михайлович хотел ещё раз посмотреть, например, на Игнатьева или Мордишвили, он бы какой-то вариантик нашёл. Хотя в целом, учитывая, что возвращается с Ильяном, что вероятно клуб пополнит Самошников, в то, что Смольников останется, не очень верится. Да и за 8 минут, что у него были, как-то ярко себя проявить, у Смольникова снова не вышло. Ладно, обо всём этом поговорим потом. Уверен, что новости и конкретика не заставят себя долго ждать. Поговорим сейчас лучше о футболе, тем более, что и тут есть пища для размышлений главному тренеру. Не по здесь и сейчас. Счёт 3-1 и абсолютно мёртвая торпеда, которая периодически оставляла какие-то ну совсем уж неприличные пространства для Локомотива. Вопросы есть по тому, как удачный весенний отрезок перенести на лето и осень. Итоговый стартовый состав не оставил сомнений. Локомотив вышел играть только на победу и результат. Никаких экспериментов. Ну, почти никаких. Можно было ожидать ворота Гильерме, например, вместо Лантратова. Или, допустим, пару защитников Митай-Погоснов вместо не особо стабильного Кузьмичева. В теории могли увидеть со старта Ракова или устроить прощальный матч для Живоглядова. Ничего этого не было. Линия обороны не претерпела никаких изменений по сравнению со стартом с Динамо. В опорке пара Карпука с Баринов, с которым отыграли вообще весь сезон. Ну а в атаке сочетание, которое вышло на второй тайм с Динамо. Пеняев, Миранчук, Глушенков и Дзюба. Давайте сразу к сути и проблемам, потому что именно их необходимо решить до старта следующего чемпионата. В руках Галактионова оказались очень талантливые российские ребята, которые отлично умеют играть в футбол. Но как их расположить на поле, чтобы от этого был максимальный толк? Берем, например, Глушенкова, который в этом сезоне забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. Пока в Локомотиве есть Дзюба, а мы играем 4-2-3-1, Галактионов упорно пытается научить Максима играть на правом краю атаки. Что из этого выходит? Да примерно ничего. Вот посмотрите на карту касания мяча Глушенковым в этой игре. В чужой штрафной всего два касания, одно из которых это фантастический пас пятки на Антона, а второе неудачная обработка мяча. Еще три касания были совершены в непосредственной близости от штрафной, все остальное время Макс провел где-то ну очень далеко у чужих ворот. Причем можно было бы списать на неудачный первый тайм для всей команды, но во втором тайме статистика у Глушенкова еще хуже. Его заменили на 61-й минуте и за 16 минут он в принципе коснулся мяча на чужой половине поля всего два раза. А теперь сравните это с картой касания Глушенкова за первый час игры с химками. Уровень соперника схожий, там тоже был тяжелый первый тайм, но Глуш играл под нападающим и у него только в штрафной шесть опаснейших касаний, включая заработанный пенальти, опаснейший удар и две ключевых передачи. Побороть эту проблему Галуктенову за весну так и не удалось. Даже Вадим Раков, вышедший на фланг, оказался ну гораздо острее Глушенкова в плане открывания и получения мяча. Да, Вадима еще работать и работать, чтобы с правого фланга отдавать передачи партнерам, но по крайней мере он делает это внутри чужой штрафной, а не у линии центра поля. Кстати, интересный момент. Вадим не первый раз выходит именно на правый фланг атаки, но на тренировках мы почему-то видим, как Раков отрабатывает передачи только слева. Может быть, именно поэтому у него особо ничего с правой не получается. Похожая ситуация и у Пеняева, хотя в этом матче он наконец забил гол и прервал голевое молчание, начавшееся в игре с Ахматом. Все в лучших традициях игры с Артемом Дзюбой. Удивительно, что это чуть ли не первый гол, забитый в этой манере. Отмечаем начало атаки от Митая. Обычно он старается играть коротким или средним пасом, ну, либо отправить мяч куда-нибудь длинно на фланг. Но в этот раз что-то подсказало ему сделать вертикальный заброс над Дзюбой, а дальше пошло замечательное скрещивание. Правый хав Глушенков побежал наискосок налево, а левый хав Пеняев наискосок направо. Небольшой рюкошет и лучше всех сориентировался Сережа, который рванул между двух защитников. Тут уж реализация его не подвела. Пеняев чаще, чем Глушенков, получал мяч в опасных зонах, но в 99% случаев он получал мяч на левом фланге и шел вдоль штрафной, чтобы... А вот непонятно, чтобы что. Поворотом он после этих проходов не бил, передачи отдавать не получалось. Один раз отдал на Мирунчука и был опаснейший удар. В остальном либо совсем мимо в попытке сыграть штрафную, либо на коротке и назад. При всей незаурядности таланта Пеняева сказать, что он приносит какую-то стабильную пользу пока нельзя. В межсезонье Галактионов пытался построить 4-3-3 и, возможно, такая модель лучше подойдет Глушенкову и Пеняеву, но в межсезонье у нас по ней играть совсем не получалось. Особое внимание хочу уделить Антону Мирунчуку, который снова появился в старте. Как и во втором тайме матча с Динамо, он занял место по центру. Это, пожалуй, единственный эксперимент Галактионова в матче. Тренер пытается найти для Антона подходящее место, с которого бы тот мог регулярно угрожать чужим воротам. Логика понятна, у Антона отличный удар, поэтому можно ему играть рядом со штрафной. С Динамо Антон на этой позиции сыграл совсем немного, а вот с торпедой это уже был полноценный час. Полноценный час мучений. Я не знаю почему, но до наших дней дошел тот Антон Мирунчук, который совсем разучился чувствовать момент, когда пора расставаться с мячом. Причем это раз за разом проявляется даже у нашей штрафной. Помните, как Смольников напихал Антону в игре с Ахматом? С торпедой случилось все то же самое. Антон будто бы завис на радиусе, хотя предложения, куда отдать, было несколько. Естественно, накрыли. Естественно, опасный момент. Но и в атаке Антон как будто думает, что кроме него никто забивать не может. Поэтому он старается улучшить себе позицию и, естественно, теряет мяч. Рифат вышел всего на полчаса, но этого хватило, чтобы отдать несколько изумительных передач, одна из которых должна была завершаться красивейшим голом. Но Дзюба не смог пробить наверняка. У Локомотива вообще в этом матче было 4,5 и гжи набито. Бабурин совершил несколько сумасшедших сейвов. И это только один из них. Так что, если это и был эксперимент со стороны Галактионова с Мирончуком под нападающим, то выглядел он там слабее и Рифата конкретно в матче с Торпедо, и слабее Глушенкова во всех остальных играх, где мы на эту позицию ставили Макса. Несмотря на полное преимущество, которым владел Локомотив, в перерыве матча мне в комментариях писали, как обычно, что у игроков чемоданное настроение, позорная игра, а ряд футболистов предлагалось отдать сразу в Торпеды и играть дальше без них. Такая категоричность лично мне не близка. Я и в перерыве был уверен, что победа Локомотива это просто дело времени. Однако, понять такое мнение, конечно, могу. В последние минуты встречи решил сыграть Соло Иван Кузьмичев и напомнил, почему же Локомотиву все-таки стоит задуматься о смене игроков в защитной линии. Отметим два эпизода. То, как Кузьмичев срубил Нинахова в собственной штрафной. Непонятно вообще, что он собирался делать. Максим контролировал мяч, а Иван только мешался и едва не сломал Нинахова в последней игре сезона. А затем Кузьмичев отдал передачу в пятку Нинахова в ситуации, когда этого не ожидал вообще никто и в результате буквально за два паса Торпеда вывела своего нападающего один на один. И лишь блестящая игра Лантратова спасла нас от того, чтобы уйти на перерыв, проигрывая в счете. Локомотив нас приучил, что это особо ничего не значит, но именно в контексте оценки игроков на следующий сезон момент показательный. Делает так Кузьмичев не первый и не второй раз. Памятен похожий момент, кстати, именно против Торпеда, но в первом круге. Тогда выход один на один не реализовал Игорь Смольников. Парад ошибок Кузьмичева завершился в итоге пропущенным голом, но уже во втором тайме. Вместо сужения пространства и контроля над возможной траекторией передачи, Кузьмичев зачем-то начал двигаться вправо, давая необходимый коридор для передачи. Когда Кузьмичев понял, что двигается куда-то не туда, было уже слишком поздно. Позиционная игра для Кузьмичева по-прежнему остается неразрешимой загадкой да Винчи. К счастью, играла против нас Торпеда. Пространство игроки Торпеда предоставляли столько, что порой казалось, что играют они в шестером, в семером. Поэтому стоило Локомотиву чуть-чуть поддавить, моменты пошли россыпью. Тикнезиан забил очередной гол и в этом сезоне с позиции левого защитника в 37 играх, включая кубок, он забил 5 голов и отдал 5 голевых передач, если верит Трансфермаркту. Очень недурный сезон для футболиста, которого болельщики порывались выгнать примерно каждый месяц в этом сезоне. Тики в итоге попадал в символическую сборную тура матч-премьер 5 раз и он единственный от Локомотива оказался в сборной сезона. Затем был гол Пеняева, потом почти сразу же пенальти, назначенный за игру рукой. Его не реализовал Антон Миранчук. Стоит отметить, что если ты исполняешь пенальти с остановкой перед ударом, ты должен посмотреть на вратаря, на то, на какую ногу он оперся и катнуть, соответственно, в противоположный угол. Бабурин сделал эту работу для Миранчука максимально сложной, однако время развернуть стопу и ударить вправо у Миранчука было. Я совершенно не виню его в незабитом пенальти, такое случается, тем более, что много попыток он в этом сезоне реализовал. Однако над этим элементом и устойчивостью психики Антону точно стоит поработать. Потом еще была тонна моментов, но забить смог только Исидор. После матча Иси сказал, что он будет счастлив остаться в локомотиве, любит клуб и болельщиков, но и играть в Лиге Чемпионов он тоже любит, поэтому если будут предложения, уж не обессудьте. В общем, как обычно, никакой определенности на межсезонье. Опять дергаться от слухов про возможные отъезды Исидора куда-нибудь на медосмотр. Но было бы очень здорово, если бы он остался, потому что забивать голы этот парень умеет. Мы все восхищаемся Артемом Дзюбой, разумеется, за дело. Он в 13 матчах сделал 8 плюс 5 по гол плюс пас. На поле Артем провел 1080 минут, и это одно голевое действие за 83 минуты. У Исидора 10 плюс 5 за 1400 минут, и это голевое действие за 95. Это лучше даже, чем у Глушенкова в нашей команде. А ведь Глуш играл уже в светлое для команды время. В концовке случилось еще одно знаменательное событие. Наконец, свои моменты получил Лукас Фасон, причем сразу показал, что такое бразильский защитник. Внезапно оказался на чужой половине поля и дал идеальную диагональ слева и на Смольникова. А потом еще одну. Я очень хотел, чтобы Фасон сыграл хотя бы несколько минут уже в этом сезоне и почувствовал в себе уверенность, почувствовал доверие тренера и давление болельщиков. Психологически теперь Фасона будет гораздо проще еще полтора месяца готовиться к новому сезону. Игра не завершилась разгромом 9-0, как я хотел, но вполне могла. Будь Артем, Дзюба чуть в лучшей форме, чем находится под конец сезона. Чувствуется, что Дзюбе нужна разрядка и нормальная предсезонка, но в общем-то и так неплохо грех жаловаться. Обыграть торпеда и остаться в вышке. Задача на сезон выполнена, можно готовиться к новым свершениям. Помню, как год назад с нетерпением ожидал нового сезона, потому что казалось, что вот именно сейчас мы можем побороться за золото. Чем все это окончилось, мы прекрасно знаем. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Поэтому сейчас я сам себя отдергиваю и бью по пальцам, когда хочется написать, что уж в следующем сезоне эта команда точно должна быть наверху. Не все для этого есть. Есть позиции, которые точно нуждаются в укреплении. Либо из внутренних резервов, которых оказалось на примере Митая у нас довольно много, так и извне. Ну и конечно, нужно еще очень много работать на тренировках, чтобы привнести стабильность в игре и не проваливать определенные отрезки матча. Будем надеяться, что обойдемся без потрясений в этот раз. Я не прощаюсь надолго, ролики будут выходить примерно раз в неделю, поэтому до скорых встреч на этом канале. С вами был Тим, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!